Привет, друзья! Стрижка шпица. Немножко не суперский ракурс, но так как не нашла, кому снимать, будет с одной точки снято. Буду стараться объяснить по максимуму. Шпиц уже отфенили, отмытый. Округляем ушки, придерживаю ногтем краешек, чтобы по нему не задеть, и снимаем максимально коротко, так чтобы ушко стало кругленькое. Сзади волосы убираю, чтобы они не лезли нам под пальцем, их не трогали. Только верхнюю часть ушка снимаю в округлое ее состояние. Ножнички совершенно обычные, парикмахерские, для этих таких мелких деталей использую. Главное, чтобы у них был хороший захват волоса, они, естественно, были не тупые. Любые маленькие ножницы, можно делать это и большими, тем, чем вы привыкли это делать. Мне больше нравятся маленькими. Первое, второе ухо, и просто поднимаю их, смотрю, чтобы они были симметричной округлости, а не так то, что один мы закруглили немножко в одну сторону, другой в другую. Обязательно проверяю, чтобы они оба были похожи друг на друга и подправляю, если где-то что-то надо сделать. А мытье шпица, если вас интересуют какие-то нюансы, задавайте вопросы в комментариях, буду рада рассказать. Гигиена, подстригаем когти, как обычно, до сосуда, стараемся не травмировать. Пальчиком давим на подушечку, выводим коготь в один уровень с подушкой и отрезаем. Если вы чувствуете то, что сосуд где-то длиннее, будьте аккуратны. Такая деликатная процедура. Собачки не любят ее, но надо это делать. Надо это делать регулярно. Вообще, по возможности, если вы хозяева ваших собачек, раз в месяц надо когти проверять и по чуть-чуть их обстригать, иначе там прорастает сосуд, и они становятся длиннее. Маленьких собачек, как правило, не очень хорошо стираются когти, потому что вес у них легкий, а когуть достаточно плотный, веса тела животного не хватает, чтобы корректно стиралась когтевая пластина. Вторая лапка. Фиксируем в удобное положение, не забываем то, что слишком сильно мы не задираем лапу, чтобы собаке было при этом достаточно комфортно, по ее комфортному состоянию. Не наблюдайте, иногда бывает то, что больше стремимся к своему комфорту, но слишком сильно куда-то задирает, начинаем лапу собаки несчастной. Будьте внимательны к вашему животному. Забак я предпочитаю мыть первый раз достаточно жестким, базовым шампунем. Второй раз выбираю по типу шерсти. Для шпицов люблю текстурирующие немного шампуни. Как-то помогает больше держаться их шерсти во время стрижки. Фирму афишировать не буду. Дальше убираем шерстку с пальчиков. Не заходим между самими пальчиками, но вот именно немножечко в пяточку я захожу. То есть снимаю все в одной плоскости, зеркало видно, и чуть-чуть снимаю также изнутри. Предпочитаю убирать там волосы, потому что очень часто, если собачке грязь куда-то наступает или вляпываются, там все эти волосы превращаются в одну сплошную залипуху, которая вызывает раздражение. Предпочитаю их убирать, так легче ухаживать. Также следим за тем, чтобы не задирать слишком сильно лапу собаке, чтобы ей было комфортно. Зеркало видно, как я удерживаю лапку. Пальчиками в ладони. Если вы посмотрите видео с Йорком по стрижке, там хорошо очень видно и конкретно объясняю, как я удерживаю лапки, чтобы их комфортно пробрить. Пользуюсь я машинкой 0,25 мм. Аккуратно. Если вы все не уверены, берите лезвие чуть-чуть побольше, 0,5 мм, например. Или же пользуйтесь триммером. В профессиональных целях, как правило, пользуются именно машинкой. Триммеры очень быстро умирают от большой нагрузки собак количества в день. И быстрее машинкой пользоваться. Это просто дело привычки. Она у рукой. Чем больше, то триммер, то машинка хватает туда-сюда. На это тоже немножко уходит время. Поэтому в основном профи пользуются только машинкой. Были такие вопросы, озвучиваю, поэтому эту информацию, чтобы они не возникали. Если вы хозяин, у вас одна собачка, то возьмите триммер. Вам будет так комфортнее. И триммер у вас будет жить достаточно долго. Дальше, начиная с обработки лапки, поднимаю ее, зачесываю всю шерсть с передней поверхности. Я не оставляю большое количество шерсти, как это положено в классических стрижках. У меня пэт груминг. По запросу хозяев это относительно коротко. Прямыми сразу по задней лапе убираю пятку, по задней поверхности, по передней поверхности именно филировочкой. Подфилировываю достаточно коротко переднюю поверхность по пальчикам, но стараюсь не открывать когти. Не открывать их так, чтобы они не сильно светились. Но иногда получается то, что когти открываются в зависимости от того, насколько шпиц набитый, насколько у него там много шерсти. Перечесываем лапулечку и опять также работаем в плоскости, как будто бы мы создаем столбик. И еще чуть-чуть подшлифовываю прямыми ножницами по всем поверхностям, даже спереди, чтобы лапка оказалась максимально идеальной. И уже потом, в конечном итоге, по нижнему краю лапочек убираю остатки. Здесь ножницы держатся в плоскости с лапой или же под небольшим углом к ней. Следующая лапка. Все то же самое. Натесываем волосы вверх. Хорошенечко. Расческа должна быть достаточно качественной. Филировками, к сожалению, прикрылась. Причем он здесь хорошо видно. Филировкой, как столбик, я как будто бы хочу сделать. Снимаю шерсть, но так, чтобы не в лыску убираю волосы, не открывая когтей. С каждой стороны обрабатываю столбик. Филировки у меня гейбовские. Обожаю их. Катана серии. Блюбрис. Они такие же приблизительно. Очень классная штука. Если вы профи, рекомендую. И прямыми ножницами, обычными, уже довожу до такого состояния. Перфект. Лапки. По всей поверхности. У меня достаточно мало остается волос над пальчиками. В классике стараются более пухлую лапку поставить. Я напоминаю, у меня Pet Grooming. Поэтому все делаю коротко. И уже потом окантовку лапы самой делаю. Есть. Шпиц-то достаточно набитый. Ну, не то, что достаточно. Он даже очень с богатой шерстью. Поэтому у него гоготки не вылазят. Все окей. У других собак нужно быть внимательнее. Если у них не так много шерсти, нужно стараться все-таки гоготки оставлять при закрытыми. Так будет выглядеть симпатичная стрижка. То же самое по передней поверхности. Начесываю вверх и убираю между пальчиками эту вылезшую шерсть. Все в одной прямой. Согнутая в запястном суставе лапа. До запястного сустава прям филировкой прохожусь. То есть не только над пальчиками, но и до самого запястья здесь вверх все зафилировываем по окантовке. Прохожусь филировкой. Потом еще чуть-чуть буду финишовать прямыми ножницами. То же самое. Перечесываем, проверяем, чтобы у нас еще что-то где-то вылазит. И уже потом прямыми. Видите, как это все просто зашлифовывается. По задней поверхности. В классике тоже так не делают. Я зачесываю всю шерсть книзу и сразу под пальцы убираю. Потому что у меня будет короткая лапа. И здесь будет как раз таки создаваться правильный угол, когда убираю до лапы. В классике так не делают. В классике оставляют все длиннее и лапы формируют в положении стоя. Для пэт груминга это допустимо. Если вы хотите делать коротко, то пользуйтесь этой фишкой. Заднюю пяточку и переднюю все так же обрабатывается, как и на задних лапах. Вторая лапа зачесываем кверху. Афилировкой снимаем. Следите, чтобы ножницы у вас не сильно гуляли, а работали в одной плоскости. Важный момент. У меня чуть-чуть тоже иногда бывает то, что подгуливают. Ничего страшного в этом нет. Но больше нужно работать в плоскости. Учиться это делать, чтобы у нас эти плоскости получались. Чтобы у нас не было такого эффекта, как будто у нас собака подранная. Бархатный эффект создается тогда, когда вы работаете больше прямо в плоскости. И уже чуть-чуть потом, финишными, прямыми ножницами это все доделываю. Убираю окантовку когти, чтобы оставались закрыты. По задней поверхности отчесываю все вниз, так как лапа у меня короткая. Это стрижка. Здесь прям реально. Прижимаю шерсть рукой или же отчесав вниз все снимаю по пятку. Или даже могу немножечко поднять этот угол здесь же сразу же. Потому что лапа будет короткая. Не классическая. Идем дальше. Дальше обрабатываю лапу выше, так чтобы тоже ее передняя поверхность не казалась такой недоработанной. Поднимаю на ней шерсть. И с боков чуть-чуть тоже поднимаю. И обрабатываю ее прямыми ножницами или же шанкерами. Шанкерами в данный момент. Шанкерами подснимаю так, чтобы это тоже было все обработано и сделано. Ножку не под прямым углом снимаю, а она как чашечка идет на увеличение. Здесь, к сожалению, угла не видно. Дальше, 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 дальше. Перехожу назад. Буду формировать линию зада, потом линию переда и линию низа. У этих шпицов моих, у них очень коротко снят зад. У них такая претензия от хозяина. Даже и то я ее сильно оставляю. У предыдущих мастеров они еще сильнее снимали попу. Конечно, это опять-таки совершенно не классический вариант. В классике не снимают так сильно попу. Зачесываю сначала все вниз, по контуру убираю. И начинаю делать под хвост. Хвост заложен в зеркало, здесь можно видеть. Под углом начинаю снимать волосы, создавать угол зада. Здесь угол достаточно резкий, потому что зад будет короткий. Обычно этот угол не такой резкий. Он идет на увеличение зада, но в данный момент он такой по потребности хозяина. Обычно так не делают. Но переубедить их невозможно. Поэтому стрижем по их потребности. И то потихонечку я там попу отращиваю. И здесь же тоже видно в зеркале, как снимаю заднюю поверхность. Уже начесывая в положение стоячего шерсти. Она зачесана, обратите внимание, не вверх, а в стоячее положение. Убираю и низ зада. И самую крайнюю точку создаю. Самая крайняя точка, она получается приблизительно в середине. В середине зада. И нижняя точка на закругление, на закругление к скакательным суставам уходит. Короткий зад. Очень короткий зад. В классике такого не делают. Но хозяйку переубедить не пришлось. Как правило, если шерсть воснистая остается, остивая на заду у собачки, на нее намного меньше, что прилипает. А вот к такой застриженной шерсти к ней будет прилипать всего больше. Но им так комфортнее. У их собак постоянно какие-то диареи происходят, как объяснила их хозяйка. И им якобы проще таким образом мыть их и ухаживать за ними. Чуть-чуть выравниваю правую-левую половину. Сравниваю над хвостом. Подставляю шерсть, так, чтобы она стояла у меня. И на возрастание. У меня, получается, сходит спина к гриве. Она идет на увеличение от основания хвоста. Я снимаю не параллельно, а на увеличение. Свожу их вместе. Слишком коротко не убираю в этом положении, чтобы не сильно застригать им область крупа. Чтобы не портился там и не терялся цвету шерсти. Не уходила ость в этой зоне. Можно было бы ее там снять чуть-чуть побольше, чтобы покруче получился угол. Но тогда шерсть уже будет достригаться до подшерстка. И будет уходить ее цвету с низкостью. Поэтому оставляю так вот по максимуму. Чтобы оставалась ость в этой зоне. Получается, задняя поверхность у нас оформлена. Как видите, в зеркало по углу она прям вообще, попа такая короткая-короткая. И угол у нее тупой. Под такой тупой угол, естественно, гриву, переднюю ее часть, я делать не буду. Она будет уже в более классическом варианте. Подправляю линию низа, начесываю изнутри и снимаю переднюю поверхность бедра. Достаточно коротко. Тоже пожелание хозяйки. Линия низа у данной собачки очень коротко подбирается. Так, чтобы она им не мешала в быту бегать, гонять. Не собирала там никаких репьев. Поэтому по передней поверхности бедра снимается практически в край до подшерстка. С внутренней поверхности. Очень короткий живот у них. Нахожу себе пиковую точку. Как арочка она создается от середины поясницы. Опускаемся вниз. Это будет пиковая самая верхняя точка. И от нее на небольшое увеличение линию веду в сторону груди. Она укороченная. Это не классическая. Здесь, в общем-то, сразу видно. Потому что в классике от самой верхней точки мы ведем сразу вообще к углу лапы. А здесь она уходит именно в грудь. Лапа формируется отдельно. Я ее формирую в стаканчик. Стаканчиком тоже чуть-чуть на увеличение. Она не совсем отвесно прямая. Идет. Значит, и будет выглядеть более странно и стремно. Линия низа сделана. Короткий живот данной собачки. И теперь, собственно, формируем переднюю линию груди. Передняя линия груди у меня, опять-таки, она будет хоть и укороченная. Но я ее не ориентирую по углу зада. Потому что зад в данной стрижке очень закороченный. Я сначала убираю все вниз и подбираю из положения шерсти, зачесанной вниз. Это не классический вариант стрижки. Как все рассказывают, у меня немножечко другой вариант, другой подход к этому. Убираю сначала все снизу. Смотрю четко сбоку. Придерживаю мордочку собачки. Поставила ее максимально в стойку. Ровную, насколько позволяет сделать эта собака. Очисав вниз, смотрю сбоку и просто прорисовываю эту линию низа. Она короткая, но она не соответствует линии зада. В данный момент так, чтобы все-таки грудь немного осталась более круглая. Не такая плоская, как линия попа. И потом уже начесываю все в положение стоячее. Подчесываю не совсем все вверх, а именно в такое стоячее положение по ходу груди. Подчесав уже из этого положения, начинаю прорабатывать всю ту же линию. Работаю с шанкерами. Янтовские у меня шанкеры. Я ими очень довольна. Работаю ими уже более чем полгода. Но вот немножечко сейчас у меня кончики требуют заточки. Внимаю лапу, чтобы свести линию живота и линию груди. И чуть-чуть ее подсвожу. Чуть-чуть подсажу эту линию, выравниваю еще живот. Постоянно подчесываю. И отсюда же прорабатываю заднюю внутреннюю поверхность лапы. Чуть-чуть их сводим. Также не сильно, чтобы у нас лапка была немножко на раскрытие, на увеличение, как стаканчик. Другая сторона, приблизительно все то же самое. Попа у нас уже сделана, округлена. Ее, точнее говоря, задняя поверхность. Сначала все вниз зачесываю. Затесываю все вниз и подбираю линии низа по передней поверхности бедра. Снимаю достаточно коротко, потому что у меня поднятая собака, поднятые лапы, поднятый живот. По запросу хозяина в генических целях. Это как вариант стрижки, пэт-стрижки. Если вы первый раз вообще собираетесь стричь шпица, то вам, скорее всего, стоит посмотреть мастер-классы, уроки классической стрижки, чтобы иметь представление, как должна выглядеть именно классика, то есть в ее правильном варианте. Тут же также создаю линию низа по животу, подбираю ее очень коротко, определяю середину поясницы, опускаю точку вниз. Это у меня будет арка, верхняя точка. От нее слегка на увеличение линия будет идти к груди. И здесь же создаю форму моей передней лапки, которая немножечко, как стаканчик, увеличивается наверх. Дальше отстраиваем собачку и работаем с грудью. Сначала я все собираю к низу, оттесываю к низу и прорабатываю линию. Смотрю на собаку четко сбоку, держу ее за морду, чтобы она не крутила головой. И создаю эту линию округлой груди. Шанкерами, обратите внимание на то, как они ставятся. Потом зачесываю все в положение стоячее и дорабатываю свою линию груди из этого положения. Если вы уже опытный грумер и у вас на фоне личного опыта возникают какие-то дикие в голове диссонансы по поводу моих стрижек, и вы хотите резко высказаться или же вы хотите чему-то там меня научить и сказать, что какая я плохая, что-то я там неправильно делаю, я вам могу порекомендовать только взять и заснять свой мастер-класс, вот, дабы не тревожить меня и не тратить время на ваши жесткие высказывания. Такое тоже, потому что бывает. Я, как правило, не сильно обращаю на это внимание и такие комментарии удаляю. Поэтому, если вдруг кто-то смотрит видео и у него появляются претензии или же вы еще заводчик, заводчики тоже часто ругают грумеров, которые коротко стригут шпицов, вот, это, как бы, с тем же самым предложением могу вам просто порекомендовать заснять свой мастер-класс и уйти сейчас с этого видео. А всем остальным, кому это будет полезно, я надеюсь, что вам будет это полезно. Поднимаю собачку, зачесываю все в положение стоя и подправляю все, все-все-все по линии живота, где что-то торчит. И с паха начесываю также вперед пах и никогда не брею шпица, ни в коем случае. Шерсть у них там может потом не отрастать, будет лысый пах, этого никто не делает. Что делают, я не знаю, кто это делает, глупые люди, иметь никакой нужды в этом. Выравниваю все, что торчит, убираю с боков, начинаю немножечко закруглять сразу края. Быстрая достаточно процедура, так как у нас там же все сделано. И дальше перехожу к линии верха, к моей гриве. Она у меня не длинная, не короткая, средней длины. Я ее начесываю всю вперед и убираю за ушами. За ушами. Потом подчесываю чуть-чуть повыше и слой свожу к моему предыдущему слою. Дальше все в положение стояго ввожу. Это округлая линия, она не прямая. Свожу следующий слой, чтобы у меня ничего не торчало. Округлая линия. Подвожу следующий слой, который у меня идет уже с шеи. Подчесываю немножко спереди, чтобы у меня предыдущий слой совпадал со следующим слоем. И следующий слой по той же самой линии скругляю. Я не ухожу вглубь, я не убираю сильно гриву. Если сильно убирать, теряется цвет шерсти. Уходим в подшерсток и просто собака теряет структуру шерсти. Не люблю слишком коротко застриженных шпицов. Они теряют свой цвет, они теряют структуру очень быстро и мало очень держат стрижку. Вообще превращаются внешним видом в какую-то половую тряпку, извиняюсь за выражение. Поэтому я стараюсь коротко их не делать. И всех своих шпицов, кто даже уже коротко где-то постригся, стараюсь переубедить и перестричь более длинную стрижку. Спина вся чуть-чуть подравнивается. Обратите внимание, что она действительно вся длинная. Длинная. Поднятый. Поднятый низ у собаки, но спина остается длинной, не заходя в подшерсток, чтобы оставался яркий цвет, чтобы оставалась ось у собаки. Даже с хребта, с копчика не убираю слишком сильно этот угол, чтобы не запортить там шерсть. И со всех сторон закругляю на бока, поднимая шерсть. Это померанец. У него отличная набитость шерсти. Она отлично стоит. Плюс текстурирующий шампунь дает тоже такую возможность, чтобы шерсть больше стоялась. И бока ему также немного закругляю. То есть от спины, от хребта они закругляются в стороны, влево-вправо. Подчесываю все сзади, свожу это все с моим задом. Все кругленькое, все кругленькое, кругленькое, кругленькое. Эти линии, видение этой округлости, оно просто приходит со временем. Вверх практически весь оформленный. Проверяю свою грудь. Начесываю ее, взгляд спереди. Начесываю в стоячее положение. Подстраиваю собаку максимально ровно, насколько возможно. И что у меня вылазит? Здесь подравниваю. Свожу контуры. Все, что вылезло, просто подравниваю шанкерами. Пока что шанкерами. В принципе, они дают очень неплохой результат, если шанкеры хорошие. Даже потом, в общем-то, никакой шлифовки особо не требуется. Но для самого перфекта, если хочется, то можно еще потом пройтись прямыми ножницами, чтобы вообще уже все-все-все мелкие волоски убрать. Все, с передней поверхности грудь обработана. Осталось свести боковые поверхности с линии груди. И, собственно, что я и делаю? Закругляю. То есть у меня линия вверх округлая, она оформлена. Линия низа округленная, оформленная. Я смотрю на собаку спереди и свожу линию низа к линии верха тоже по окружности. То есть не по прямой линии, а это все как бы прорисовывается дальше кружочком. От ножки, как от стаканчика, на увеличение идет все в округление. И чуть-чуть, чуть-чуть к морде уголочек вот этот вот тоже подснимаю, чтобы не было резкой линии. Это все дело шанкерами подфилировываю. Иногда обычной тонкой филировкой убираю этот уголок. С одной стороны общая форма более большого круга есть, а вот сюда к морде чуть-чуть зафилировываем так, чтобы не было резкой линии. И дальше линия низа и линия бока. То есть здесь мы свели переднюю линию до плеча. Все, не хочет он мне позировать. Нравится ему в таком положении стоять, чтобы в камеру было видно. Задергла беняжку. Все начесываем, хорошенечко проверяем, стараемся не делать никаких дыр. И просто подравниваем, где вылазят какие-то бугры, так чтобы у нас все поверхности были достаточно ровные и кругленькие. И также с линии боков до линии спины все это просто сводится вместе. То есть через линию верха мы немножко зашли на бока, округлили вниз. С линии живота я когда собачку поднимала, чуть-чуть на бока закруглила. И у меня остается именно только боковая поверхность, которая тоже по округлости, такой уже даже практически по прямой, она просто сводится вверх-снизу. Все очень быстро и просто делается, когда отработаны уже вот эти вот технические моменты. Немножечко талию можно подоформить. За живота вот эта вот округлость на бок выходит. У меня не любитель делать особо талии. Ну, чуть-чуть совсем, совсем чуть-чуть я ее выражаю. Закругляю ляшечку. Уже просто, уже такие волосочки какие-то со стороны попы убирались, со стороны переда убирались. И, в общем-то, задняя поверхность бедра с передней чуть-чуть сводится так же, чтобы все это было округло к скакательному суставу. Здесь хорошо видно линию. Округляется все. Взгляд стараюсь переводить с поверхности на поверхность и закруглять все свои поверхности, чтобы у меня не было никаких резких переходов и углов по собаке. Я перемещаю свой взгляд по поверхности и закругляю его везде, убираю где-то какие-то недочеты. Получается такая кругленькая стрижка. И даже, несмотря на свой короткий зад, в общем-то, собака в форме не сильно теряет. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы был зад чуть-чуть побольше. Получается немножко, потому что перегруженный перед в таком состоянии. Но убирать, конечно, его гриву только из-за этого зада совершенно не хочется, потому что я знаю, что шерсть у него тогда сильно испортится. Она уже достаточно короткая для него. И с другой стороны я работаю сзади наперед, но взгляд у меня спереди назад уходит. Здесь так же закругляю. Просто свожу мою линию низа, которая у меня была оформлена, с линией верха, которую я так же до того оформила. И свожу по округлой траектории. Обязательно. Не по прямой линии, а именно по округлой. Если сводить по прямой линии, то получится более такой вытянутый овал. Конечно, если подразумевает то ваша стрижка, то вы можете делать более прямой, более овальную собаку. У каких-то собак просто не стоит таким образом шерсть. И как бы ты ни старался ее скруглить, она все равно будет получаться более такой вытянутый, овальный. Чем лучше шерсть стоит, тем, конечно, круглее собачку можно оформить. Подравниваю. Если что-то где-то вижу, то, что он у меня где-то вылазит, то все это подравниваю. Заднюю поверхность бедра стараюсь придерживать собаку, чтобы она у меня сильно не сокращала бок и сильно он не крутился. Видите сразу, да, какой обрубленный зад. В общем, ничего в этом такого криминального для домашней собаки, конечно, нету, но получается немножко нагрузенный перец таким коротким задом. и кажется, что его не хватает. Свожу бедро, также просматриваю, перемещаю свой взгляд по плоскостям и закругляю его по максимуму. подчесываю, проверяю, где у меня что-то вылазит и все округляю к строкательному суставу, спускаюсь уже как к чашечке. тут у меня, конечно, уже не то, что какой-то опущенный зад, как многие делают ошибку, он, конечно, вообще скошенный окончательно, бесповоротно. Я сразу об этом говорю, чтобы вы понимали, то, что это не классический вариант. на отращивание, собственно, потихонечку, там по миллиметрику как бы добавляю, стараюсь глубже не уходить, чтобы он у них все-таки немножечко подотрастал. Я думаю, то, что если я выведу в свои линии им зад, я немножечко его подотращу, но хозяйка не будет против, навряд ли у нее там что-то будет тотально пачкаться. Она даже этого не заметит. Но в линиях собака потом еще через несколько стрижек уже будет смотреться намного более гармонично. Хвостик подчесываем, чтобы проверить, чтобы ничего нигде не вылазило. Хвостик или нет? Еще не хвостик. Еще проверяем. Кругленько. Видно, что все кругленько. По всем траекториям проходимся, чтобы все закруглить. И также шанкерами я практически уже зафинишила собаку. Нет неглубых переходов и нету, собственно, каких-то торчков сильных. Да и не сильных никаких нету. Хвостик собираю и кончик, совсем кончик срезаю под пальцы сначала. Совсем кончик. Хвосты делаю достаточно длинные. Не люблю короткие хвосты тотально. Тоже они потом превращаются в какие-то обрубки облезлые. кончики такие уже, которые посещённые сильно торчат. Обрезаю вот. Беру хвост моего кончика и закладываю на спину так, как бы он там лежал. Расчёсываю в разные стороны, так как собака будет держать потом хвост. И ещё подбираю концы и делаю такой большой-большой кружочек. Большой кружочек оформляю. прямыми полукруглыми ножницами встряхиваю всё обязательно. Перечёсываю. Ещё раз делаю закладку на спину так, как он его будет носить. Зачёсываю в разные стороны и где-то какие-то торчки ещё раз прохожу убираю. Значит, если вы один раз пройдётесь, то наверняка потом собака побежит, встряхнёт и у неё что-нибудь вылезет. Вот так вот оформляю хвостики. Большой-большой-большой помпончик. Просмотр нижний. Нижний оформляю как арочка. Нижнюю линию между задних ног всё вниз оттёсываю и уже прямыми или изогнутыми ножницами аккуратненько снимаю такую небольшую-небольшую арочку, так как у них зад короткий. Если бы был зад длинный, это была бы практически прямая линия от скакалки до скакалки. И вокруг попы тоже опять-таки чтобы у них там ничего не залипало, не прилипало. Небольшую-небольшую вообще дорожечку делаю. Такую минимальную, чтобы когда собака бегала у неё не светился. её третий глаз. Ну вот. Ещё подчёсываю и здесь вот уже да, вот оно прямыми ножницами можно ещё пройтись, зафинишовать какие-то вообще микроволоски убрать так, чтобы поверхность была идеально выровнена. Но если вы ещё не умеете стричь или не уверенно работаете прямыми ножницами, то не советую вам на шпица лезть прямыми ножницами вы скорее не зашлифуете, наделаете на нём ступенек прямыми ножницами. Работать по первому времени лучше шанкерами и может быть только шанкерами не филировочными, потому что филировочными вы просто замучаете стричь собаку себя и замучаете и себя и собаку в общем. Наша стрижка уже подходит к концу. Что же последние нюансы проверки, подшлифовки. Линия зада она такая более короткая. Там действительно шерсть уже снята в подшерсток и вот по такой шерсти я предпочитаю подшлифовать прямыми ножницами. Вот. Но если же у вас много остей, то есть как, например, у меня уже на спине и на гриве как правило туда прямыми ножницами практически не лазают. Там в принципе достаточно шанкеров. Линии очень четкие и ровные. А вот по такой более мягкой шерсти, которая снята подшерсток по линии живота в том числе прямыми ножницами пройтись подшлифовать. Это уже прям вот до такого состояния чистой хорошей красивой линии вывести. Там уже буквально снимаются какие-то миллиметры. Ну вот вот эта грудь, она тоже короткая. Короткое пузо, оно конечно благоволит то, что будет все равно короткая грудь. Немножечко, немножечко прохожусь прямыми в том числе. Если бы грудь была бы длинная, я бы скорее всего прямыми бы ее не трогала. это просто такая гибридная стрижка совмещения короткого и длинного. Необычная. Вид у собаки тоже не классический. Совершенно не классический, но это пэт вариант. Это пэт вариант по запросам хозяина. По запросам хозяина и как бы с моей точки зрения как можно такой запрос выполнить. Когда мы должны убрать снизу, когда мы должны убрать сзада, потому что это пачкается, на это налипает трава, но при этом сохранить какую-то ость наверху и не испортить собаке шерсть. зашлифовываю, что-то убираю, какие-то мелочи, перепроверяю, перечесываю собаку. Спереди, снизу сейчас пространство между лапами, почесала, все проверила и все, что там торчит, убрала, это частое явление, когда в подмышках торчит, можно даже посадить собаку и из положения сидя подшлифовать и выровнять в этом пространстве между лап. Бросается сильно в глаза. Если у вас там недочет остается, вот она с подмышек тоже высматриваю, чтобы там у меня не вылазили потом кулаки и дошлифовываю линию низу. Подчесывайте обязательно, обязательно иметь большую расческу с длинными зубьями, желательно, чтобы она была плоская, если у нее круглые основания, она у вас немного будет недочесывать и чем лучше, конечно, расческа, тем она действительно лучше подчесывать шерш-шпица. Вот такая стрижечка у нее получился маленький кругленький шарик. шарик. Шарик.